Без тепла остались три двухэтажных дома. Татьяна Горбань живет в одном из них. В ее квартире постоянно работают обогреватели. Но с холодами они не справляются. Температура воздуха в комнатах ниже 12 градусов. Даже достигает до 7 градусов. В последней комнате, я показывала буквально термометр, что там вообще невыносимо. Мы завешиваем дверь теплым одеялом, потому что оттуда идет холод. Ребенок у меня часто болеет, поэтому находиться в холодном помещении ему категорически нельзя. Подобная ситуация и в других квартирах. Из-за холода люди стараются как можно меньше времени находиться дома. Чтобы согреться ночью, многие спят в верхней одежде. За помощью жильцы несколько раз обращались в теплосеть. Поломку обещали исправить. Спустя две недели к работе не приступили. Пообещали, что вопрос решается. То ли в индивидуальном порядке будут подключать, то ли сразу произойдет частичная замена. 14 числа, когда понижение температуры было до 15-16 градусов, мне сказали, что вопрос окончательно решен. Замены теплотрассы не будет. В Макеевской теплосети объясняют. Трубы изношены. Чтобы возобновить работу системы, нужно заменить всю теплотрассу. Ее длина – полкилометра. Потратить придется 500 тысяч гривен. Сегодня таких денег у коммунальщиков нет. Существуют и другие помехи. Так как территория, по которой проходит наша теплотрасса, занята самовольными постройками жителей домов, там находятся гаражи, летние кухни, то скрыть эту всю теплотрассу и провести замену труб практически невозможно. Сразу нельзя найти этот вопрос решения, потому что требуется замена не участков труб, а именно всей теплотрассы. Но я думаю, меры какие-то будут приняты. Ольга Пиминова добавила, большая часть жителей этих домов перешла на автономное отопление. У тех, кто получает услугу от городской теплосети, большая задолженность. К примеру, жильцы 179-го дома недоплатили 30 тысяч гривен.